Уволен значит очищен. Чем обернется иллюстрация для украинских чиновников? Закон в действии, первые кадровые решения уже приняты, но так ли все гладко? Елена Зорина узнавала, где не так. С вещами на выход или иллюстрация в действии? Вот он, тот самый список первых уволенных здесь заместителей министров, главы госагенств и различных служб. И это только начало грандиозной чистки, предупреждают в правительстве. Здесь 40 фамилий малоизвестных и порядком нашумевших. Первый номер адмирал Кабаненко, тот самый, которого уволил Янукович за проведение спецоперации в Крыму против Черноморского флота России и лишил доступа к гостайне, и которого назначили уже при нынешней власти на высокую должность. В принципе, церилизованность на вековские моряки, которые вышли из Крыма, которые сейчас находятся в Одессе, и в том числе и Рософсиюжитта на них. На мой взгляд, вот то, что происходит сейчас, ну это как ширма. А все потому, что закон был принят в спешке, в популистской спешке, а депутаты не видели, за что голосовали, считает политолог Михаил Дяденко. При этом он за иллюстрацию, но и за то, чтобы дело каждого чиновника разбирали детально. Этот закон предвыборный пиар. Если исполнить то, что в законе есть, мы фактически оголим систему исполнительной власти, оголим систему правоохранительных органов. Могут увольнять всех подряд, а за принятие обратно просить какие-то деньги. Под иллюстрацию попадут более миллиона госслужащих. Их проверку обещают завершить уже через два года. Разработчики закона уверяют, схема прописана совершенно. Начальник будет проверять подчиненных, а его самого – вышестоящий руководитель. Здесь подтасовка возможна, но сделать это будет крайне сложно. Любой человек имеет право при прохождении проверки высказать свое мнение, дать пояснение тем или иным документам, событиям, фактам, которые применяются. Если он с чем-то не согласен, он может обжаловать этот порядок в административном процессе, в судебном порядке. Поэтому я ожидаю, будет большое количество исков. Сколько будет таких исков, эксперты прогнозировать не берутся. Так же, как и не скрывают того, что не все, кто работал при Януковиче, уйдут. Кроме того, можно закрыть глаза на какие-то факты биографии. Да и сам закон могут после выборов, если не отменить, то внести существенные правки. И Венецианская комиссия поможет, и Конституционный суд в стороне не останется. Елена Зурина, Владимир Самченко и Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова